В какие режимы вы обычно играете? Dark RP, Sandbox, Zombie Survival? Это слишком банально. Сегодня я расскажу про режимы, которые вызвали у меня очень много вопросов и оставили странное послевкусие. В подборке вы увидите как просто странные режимы, так и вовсе конченные. И откроют нашу подборку. Помните кишки XD? Этот режим от его создателя. Только если в кишках вы бегаете от NextBot, то тут вы ничего не делаете. Вы ходите, ходите и ходите. И мало того, что это просто симулятор ходьбы, так еще и с графикой киберпанка на релизе. Если это не что-то гениальное, то я не понимаю, откуда тут 11 тысяч уникальных пользователей. Нет, я не шучу. Суть этого режима это просто изучать карту. Но если какой-нибудь лидар давал нам интересную механику, то тут ничем подобным даже не пахнет. А вообще, респект автору. Он нашел свой стиль и достаточно интересный. Фанаты скажут, что я идиот. А Алды спросит, что этот режим тут делает? А я отвечу. Этот режим опередил свое время. Он вышел аж в 2014 году, а NextBot'ы заверстились спустя 8 лет. Нормально, да? Так вот, суть этого, как минимум, странного режима в том, что ты убегаешь от педобира. Хотя в нашем случае от 2007 года. Я застрял! Помогите! Вы думаете, я еще что-то скажу? А что я могу сказать? Это пиздец. На самом деле, если абстрагироваться от этого медведя, режим предоставлял своим игрокам побегушки от торкушки. И в то время это действительно было весело. На канале мы уже разбирали, почему данные господа хайпанули. Поэтому не будем зацикливаться. Можете глянуть видос по всплывающей подсказке справа сверху. Знаете игру, где вы должны... Конечно, знаете! Долбанный кусок огрызка на Unreal Engine, сделанный за 4 секунды, который почему-то хайпанул. Если у вас он не тянет, то добро пожаловать в мир боли и страданий с этой картой. Вы все еще не поняли? Ваша задача проста. Только вверх, ё-моё! А в чем, собственно, сложность? В том, что даже профессиональные паркуристы в Майнкрафте будут гореть с этого. Хотя это не сравнится с оригинальной игрой, в которой автор решил посмотреть, как у людей ломается психика. Сказать больше нечего. В конце вас даже не поблагодарят за прохождение. Хотя... Играть с друзьями тут достаточно весело. Ха-ха-ха! Сука, я вею! Любите отборный кринж? Любите, когда над вами смеются? Вот этот режим и посвящен минуте вашей славе. А точнее, секунде вашего позора. Математик роняет кружку и видит, что у нее откололась ручка и восклицает. Топология изменилась! Но из нее еще можно пить. Он поднимает кружку и видит, что откололась еще донышко. Я ошибся, говорит математик. Топология не изменилась, но теперь у меня дырявая кружка. Значит, я педаль. Это симулятор открытого микрофона, где стендаперы это вы и ваши друзья. Но... Я не знаю почему, но когда мы играем в какой-нибудь джекбокс, всем смешно. А когда играем в G-комедии... Просто так, на всякий случай. Ты же у нас такой мудак. Меня только обладаешь, она больше всего убивает. Если вы любители кринжатины, то милости просим. Самый инти... Стоп. А. Весь режим это тупо зацикленная гифка. Подумали бы вы, на самом деле это не гифка. Все в этом режиме рендерится с использованием библиотеки, которую автор написал для какого-то режима по тематике Iron Long. Все рендерится с использованием на вмешсетке. А зачем вам эта информация? Да банально за тем, что... Это на самом деле очень интересный режим, но... Проклятый до ужаса. Суть в том, что это обычный дезматч, но все игроки невидимые. Как же находить друг друга? Как только к вам начнут заходить друзья, ваш экран начнет дробиться, и вы будете видеть обзор всех, кто зайдет к вам. И вот таким образом вы должны воевать. Задумка очень крутая, но... очень младучая, очень младучая, потому что игра должна рендерить экраны всех пользователей. Тем не менее, в это реально весело играть. Очень даже рекомендую. Ну блин! А где я рекомендую? Что такое? Задача усложнилась. Если вас не смутило название, и вы не выключили видео, то вашему вниманию представляется Вуди Варфейр. Дезматч, где вы играете за Вуди из истории игрушек. А самое смешное, что каждая смерть сопровождается лучше раздирательными MLG-звуками. Не, ну иди честно. Э, ну чё, наглый такой? Чё за MLG-монтаж? Чё началось-то? Честно, это просто кошмар плюс багряный ужас. Пока мы играли, мы чуть не оглохли. Зато было весело. На финале у нас нечто страшное. Source Randomizer. Суть в том, что в спан-меню появляются какие-то ползунки. И выкрутите всё на максимум. Ваш игровой код начнёт полностью смешиваться. Ваша структура даст сбой. Игровой движок начнёт превращаться в спагетти, а ваши глаза в кисель. Ничего не будет прежнего. Всё, что вы когда-либо знали, станет ложью. Это конец. Конец для вашей игры. Это реквием. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok